Здравствуйте! Поговорим сегодня о осложнениях в косметологии, возможностях их коррекции и кто должен этим заниматься. Косметология – это медицина, и в настоящий период времени это серьезная медицина. Мы вторгаемся в ткани, в здоровые ткани, немножко изменяем физиологию, мы делаем серьезные инъекционные процедуры, мы делаем аппаратные методики и работаем на довольно глубоких слоях. Поэтому, так как это медицинская манипуляция, мы всегда оговариваем возможные риски, возможные побочные эффекты и осложнения. И нет ни одного врача в мире, поверьте мне, 100% ни одного. Если доктор работает много и давно, он обязательно получал какие-либо проблемы в своей практике. И квалификация врача и оценивается, как часто он получает подобные проблемы и как умеет ли он с ними справляться. Насколько быстро и насколько качественно, как он понимает, как можно исправить ту или иную проблему. Если это все-таки происходит, то кто должен этим заниматься? Идеальный вариант, конечно, если пациент, получивший какое-то либо побочное действие от препарата или аппарата, или осложнение той или иной методики, исправляет и ведет этого пациента тот доктор, который выполнял изначально эту процедуру. Потому что доктор знает, как он это делал, в какой слой он вводил, он знает ваши особенности, особенности вашего анамнеза, особенности вашего лица или тела, смотря где проводилась эта процедура. И, конечно, для него было бы проще исправить ее. Но часто случается так, что пациент боится, у него возникает такой барьер, стена между ним и врачом. И пациент бежит к другому специалисту для исправления той или иной ошибки. У нас в кабинетах, естественно, и я с этим сталкиваюсь. Тоже приходят пациенты, которые получают где-либо какие-то проблемы. Но не только проблемы, но, может быть, просто не тот эстетический эффект, который бы они хотели видеть. И, конечно, мне приходится с ними работать. Иногда я могу что-либо исправить. Есть случаи, когда я вынуждена пациентам отказать в манипуляции или попросить их все-таки вернуться к врачу, который это делал. Сейчас в настоящий момент есть даже такие центры, которые собирают в своих стенах все возможные осложнения, проблемы и неудовлетворительные результаты для возможности их решения. Чаще это центры, которые находятся при компаниях, которые нам поставляют то или иное оборудование или косметологические препараты. Там работают тренеры и специалисты, которые непосредственно занимаются этими проблемами. Но еще раз давайте подведу такой итог. В идеале, чтобы неудовлетворительным результатом или осложнениями занимался тот доктор, который это сделал. Если нет, конечно, вы можете прийти в другую клинику. Доктор оценит ситуацию и постарается это исправить. Это касается осложнений или побочного действия. Если вам просто не нравится эстетический результат, то вам нужно действительно найти другого врача, с которым вы поймете друг друга, с которым у вас будут общие взгляды на эстетику, общие взгляды на красоту. И вы сможете получить тот результат, который вы хотите. Просто найдите своего врача.